Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской Изборский клуб «Новороссия» презентовал новый сборник статей «Идеология. Поиски и находки». Состоялась презентация коллективной монографии, в написании которой приняли участие сопредседатели Изборского клуба «Новороссия» Дмитрий Муза и постоянный эксперт Фёдор Попаяни. Она издана в Москве, в дочернем издательстве Московского государственного университета. И по сути дела является своеобразной рефлексией, системной рефлексией тех процессов, которые происходят не только в Российской Федерации, но и на постсоветском пространстве. Естественно, они вызваны желанием понять истоки, форму и направленность русской весны в Крыму, в Донбассе в целом. И мы прекрасно понимаем, что строительство нового государства, точнее говоря, двух государств ДНР, ЛНР или Новороссии предполагает такую же системную разработку идеологии. Ключевая идея монографии – идеология как стратегия повседневности, духовный канон поведения людей, стержень отечественного духа. Этот стержень обеспечивает чувство патриотизма, национальную безопасность и перспективу отечества. Идеология ориентирует сознание и оценку отношений людей к миру, регламентирует отношения друг к другу, обосновывает характер существующей системы общественных координат. Надо сказать, что Запад через все свои информационные ресурсы продолжает политически дезориентировать массы наших соотечественников. Вот принято говорить, вот идет информационная война, но на мой взгляд это не точно. Средства массовой информации – это всего лишь средства передачи идеологических каких-то посылов. А вот в этой идеологической войне у нас брешь в крепости отеческой самообороны. В отечестве нет идеологии. И поэтому враг продолжает планомерно через информационные искажения или откровенную ложь лишать нас преемственности поколений, стирать культурную и историческую память, стирать всю русскость великой русской нации. И надо сказать, в Украине у нашего врага прекрасно все получилось. Данное издание обращено к тем людям, которых волнует судьба Отечества в условиях тотальной глобализации мира. К людям, которые понимают, что сейчас идет война не государств, а идеологии. Это очень важно на сегодняшний день. Я считаю, что это вообще фундамент, основополагающие вещи. И таких мероприятий должно быть больше. Больше людей, больше мероприятий, больше обмена мнениями. И какой-то уже более-менее переход к каким-то, возможно, конкретным работам, совместным. До этого еще, конечно, далеко, но, тем не менее, это первые шаги, которые делаются. И, скажем так, обнюхивание. То есть имеется в виду, что вызовы очень большие, у каждого есть своя точка зрения. Эти точки зрения не всегда совпадают. Но, в общем, как сказал Алексей Георгиевич, это есть у нас внутри. Мы это интуитивно чувствуем. То, что интуитивно чувствуем, и то, что Запад боится, а мы не можем сформулировать, мы должны в итоге сформулировать. То есть важно, конечно, то, что это у нас внутри уже есть. Но, тем не менее, важно это концептуально как-то обеспечить донесение того, что мы имеем внутри. Представленный сборник является переработанным и дополненным изданием работы «Идеология» про Эдконтра. Всего планируется издать книгу тиражом в 200 экземпляров. Она будет распределена между библиотеками и учебными заведениями Донецка. Народный депутат Мирослав Руденко ответил на вопрос относительно поднятой темы. — Мирослав, сейчас концепция «Идеология» для Новороссии обрела более-менее какую-то форму. Но как донести ее до людей? Как нести ее в массы? — Ну, наверное, тут уже просвещало время обсуждения мысли, что каждый должен делать эту работу на своем месте, находясь на своем уровне. Вот как я вижу эту работу в сфере системы образования Донецкой Народной Республики. Это работа, в первую очередь, с концепциями преподавания различных гуманитарных курсов, работа с программами, с содержанием этих программ. То есть, если у нас в программе сохраняется вот эта западная либеральная концепция о том, что вся история, в частности, 20 века — это противостояние между демократией и тоталитаризмом, то понятно, что у нас будет на выходе. То есть, мы должны убрать вот эти остатки чужеродных концепций и всячески внедрять свои. Смысл поиска идеологии — поиск общего, то, что объединит народ и позволит ему преодолеть непростые, суровые испытания, которые сейчас выпали на его долю. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok